Здравствуйте и добро пожаловать на канал Ластфуари Беларусь, с вами я Ластфуари. Играем, как обычно, по понедельникам в Battlefield 2 и карта Operation Clean Sweep нас переносит на такую 16 игроковую локацию в очередной раз, но локация другая, это Персидский залив, здесь мы его вычищаем вот так вот операцией от мековцев и будем это делать, конечно же, в таких вот невыгодных условиях, потому что начинаем хотя с не захватываемой базы, но вот точек у нас нет и они все на стороне противника, что не очень здорово. Конечно, конечно, давайте попробуем что-нибудь сделать, например, поплыть или полететь вместе с кем-нибудь, например, да, я переназначил клавишу парашюта с девятки на клавишу F и, соответственно, это мне будет гораздо удобнее, но пока что салт, ну да, мы, в принципе, штурмуем, а там уж по обстоятельствам. Давай, 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 бежим, бежим, бежим и взлетаем и идем дальше, или вернее, летим дальше, потому что, конечно, боты, может быть, не очень умные, но по-моему, не о чем в 1942 в Battlefield, что уже приятно. Так, приближаемся, хорошо. Как-то мы низко слишком летим, чтобы я упрямил с парашютом, я думаю. Как вы думаете? Ага, ну, может, все-таки попробуем? Давай, ага, все-таки хватило расстояния. Аккуратненько, ребятки. Так, это уже получше. Я изначально собирался занять что-нибудь другое. Но у нас, значит, есть варианты получше, действительно, чем джип с пулеметом. Кто-то, кто-то в меня целится. Окей. Очко я получил целое одно, но кто-то здесь был рядом, определенно. Это круто, конечно, что здесь никто не заспавнился из врагов. Но что-то будет пахнуть жареным, не правда ли? Посмотрим, как ребята прохлаждаются, поскольку все слишком-слишком тихо. Подозрительно. Давайте мы хотя бы чего-то сделаем. Давай-давай, перезаряжайся, сволочь, иначе мы его не одолеем. Давай-давай. Ммм, жаль даже как-то. К сожалению, двух зарядов на него не хватило. Так, что у нас есть? У нас есть пару джипчиков, и танк уже увели. Может быть, он завалит засранцы? Так, а это еще одна такая штуковина. Хорошо, ее мы и возьмем, и оприходуем. Окей, запрыгивай, если хочешь. Нет? Не хочешь? Ну ладно. У меня больше места будет. Поехали с приятелем. Вместе. Все-таки две единицы бронетехники, это получше, чем одна. Угу. Это у нас... Я промахнулся, наверное, чуть-чуть. Сейчас подъедет танк, так что будет попроще. Мне, впрочем, хватило. Давай ты ж, е-мое. Кого-то мы определенно завалили, по-моему. Но правда, мне чуть-чуть тоже достается. Так. Черт. Ну что, ребята, оприходовали все-таки с потерями, но, тем не менее, продвигаемся дальше. И, может быть, даже чего-нибудь захватим совместно. Нам бы поддержка не помешала и пехотная тоже. И я вижу какие-то другие единицы наши есть в округе, в регионе. Что, согласитесь, приятный факт. Мне бы тоже репейс, ремонт, не помешал бы. Честно говоря. Окей. Хорошо. Вдвоем оно... Как-то получше, но теперь он остался один. Да, танку нашему не сильно-то и везет. Надеюсь, мы к ним прибудем. К нашим, в смысле, ребяткам в волосрок. По крайней мере, мы стабилизировали ситуацию. Ага. Это, конечно, круто, но там что-то похуже идет впереди. Было бы неплохо, чтобы и я не расстрелял своих, но у меня большого выбора нет. Ага. По-моему, наша пехота их одолела. Правда, одного мы человек потеряли, но тем не менее. Не. Нормально. И я даже никого не сбил. Вроде бы. Конечно. Кое-какой урон ребята понесли, но ты уж ничего не сделаешь. Ага. Проклятие. Вот это уже совсем паршиво. Нет, все-таки вышибли. Хорошо. Как там поживаются красные? Нормально. Полоска окустышается. Этого завалили, засранца. Так, это всего лишь пулемет. Он не важен. Спавн мы им сбили. Хорошо. Я аккуратненько пытаюсь как-то маневрировать. Более-менее... Откуда? Черт. Вышел, конечно, но не отошел достаточно далеко. Не успел. Все открыто. Так. Что у нас здесь происходит? Не, нормально. Я переквалифицировался, как вы видите. Так. Тоже поможем. Своим ребятам. Потому что это, конечно, хорошо. Что мы захватили позицию. Но ведь ее еще нужно отстоять. Здоровски, конечно, меня накрыл самолет. К сожалению, не наш, наверное. Что-то мне говорит об этом. И нас вышибли, конечно, оттуда. Но еще не до конца. Проклятие. И надо как-то аккуратненько этого засранца изничтожить. И попробовать значиться все это дело тоже сбоку прикрыть. Твою мать. Что происходит и где? Угу. Вот что происходит и где. Довольно тухлое дело, не правда ли? Угу. Как раз достаточно, чтобы один заряд выпустить. Хватит ли этого? По-моему, хватило. Нет. Кого-то я изничтожил, но недостаточно кого. Угу. Нет, не мимо. Ну, по крайней мере, точку захватили. Аккуратно. Надо как-то это дело вот так-то это дело валить. Ух ты ж. Да. К сожалению, меня тоже завалили. Тут прям-таки экшен хардкорный. Казалось бы, 16 человек, 8 на 8 немного. Но когда они сосредоточены на такой небольшой территории, то совсем другое дело. А ты как сюда пробрался, засранец? Интересно. Хотел бы знать. Давайте-ка мы его оттуда вытравим. Оттавец, он может что-нибудь такое веселенькое попробовать занять. Правда? Ну? Как? Плывет по-прежнему? Интересно, куда? О, наконец-то. Теперь не плывет. Ну что, граждане товарищи, не можем мы никак закрепиться там и только теряем очки, а значит, попробуем давайте проникнуть на их точку дальнюю, вон ту, которая в полукилометре от нас находится. Может быть, они будут спавниться на той основной позиции забравочной станции, перезабравочной. Трофьюенстейшн она вроде бы называется. А вот на основной базе могут быть не все товарищи и, соответственно, у нас будет шанс, а, возможно, и не будет. По крайней мере, стоит попытаться. Не правда ли? И, надеюсь, я впишусь в поворот. Что-то же было бы довольно, довольно неплохо. снайперы это дерьмо. Надеюсь, не здесь. Кратно, чтобы я сам себя не придавил. О, танк, хорошо. Я бы даже сказал, экстремально, хорошо. Ага, совсем рядом. Достаточно его здесь будет стоять. Достаточно. Так, главное, чтобы никто здесь не появился. Я держу под контролем этого товарища. Стрелять в него сейчас не имеет смысла, а то ведь зареспавниться просто. А снаряды здесь перезаряжаются у танка довольно-таки не быстро. Итак, ребята, я слышу такой шум самолетный в воздухе, и это меня напрягает. Ага. Еще один, пожалуйста, снаряд. Спасибо. И еще... Нет? Давай, емано, вали, придурка. Спасибо. По-моему, кто-то меня пытался расстрелять с противоположной стороны. Справа. Что тут у нас есть? Хорошо, уже ничего нет. Довольно-таки это неплохо. Давайте мы зарейзим вверх, да, вознесем американский флаг. Я пока еще жив. Это просто удивительно, учитывая, что я толпусь на одной точке, а держать мне, в общем, несподручно. Потому что хотелось бы ее захватить, черт возьми. Но операция, в общем, поуспешнее, чем я изначально ожидал. Ну? Окей, ребятки. Всем спасибо за участие в операции, ну то есть в основном мне. Надеюсь, кто-нибудь заспавниться. Ну, мы победили. Заспавниться никто в общем не успел, но мы подобрались и даже как-то выиграли на всех трех точках, что довольно хорошо. Карта мне определенно понравилась. Здесь есть все для каждого. Есть и авиация, есть, конечно же, и плавательные техники, неплохие обращники, хотя, конечно, эти лодки моторные, они довольно легкие, но, тем не менее, они обеспечивают достаточную плавучесть и перемещаемость быстрой по воде из одной точки в другую, что, в общем-то, для десанта довольно хорошо, и побегать с бронетехникой тоже, опять-таки, есть на чем. Так что, с моей точки зрения, это удачный баланс между небольшим, но просторным полем сражения и с другой стороны общественность кучкуется в достаточной степени, чтобы экшен у нас был более-менее концентрированный, чтобы мы по 20 минут не искали нашего врага, чтобы хоть кого-нибудь пострелять. Так что, моя оценка карты положительная, свою оценку вы можете высказать во секции комментариев под этим видео, если вам оно понравилось, то вы знаете, что делать. Конечно же, всегда помогает канал, когда вы делитесь этим видео в соцсетях. С вами был Last of War из канала Last of War Беларусь.